Всем привет, друзья! В наших обзорах я неоднократно говорил о наградах и их судьбах. В этой передаче я расскажу, что было с наградами, если награжденных арестовывали. И не простых, а героев и генералов. Так как в открытых источниках википедии и в WoW Heroes об их судимостях ничего не сказано, они реабилитированы, а судимости сняты, то с этической точки зрения имена этих героев я называть не буду. Поехали! Генерал-майор, герой Советского Союза, участник штурма Зимнего дворца 1917 года, награжден тремя георгиевскими крестами. В 1945 году полковник Камдив оборонял Донбасс, Ростов-Дон, Кавказ, освобождал Украину, Молдавию. За умелое форсирование Днепра получил звезду Героя Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина и полководческим орденом Кутузова второй степени. Умер в 70-х годах, похоронен в Москве на одном из центральных кладбищ. Награды находятся в коллекции в Соединенных Штатах Америки. В Википедии указано, что герой работал на командующих должностях. В реальности генерал был арестован за заговор. Осужден. Указом от осени 1952 года. Лишен всех правительственных наград. Звание Героя. Разжалован до рядового. Освобожден по амнистии в 1953 году. В 1955 году реабилитирован. Указом от мая. В 1955 году осенью восстановлен в звании. Все награды возвращены. Звание Героя восстановлено. На документах видно, что стоят все даты 1955 года. На старых фото видно, что награды после войны у него были другие. С наград стерты оригинальные номера и они сданы в Гохран. Его новые награды имеют наспех стертые новые неврученные номера и вырезанные одним резчиком все старые номера. Безусловно, если бы генерал умер в тюрьме, даже после реабилитации никаких наград родственники бы уже не получили. Следующий пример. Полный кавалер Ордена Славы. Украинец. На войне с 1942 года. Участвовал в трех контратаках, за что получил первый Орден Славы Третьей степени. В августе 1944 на берегу реки Висла уничтожил артиллерийским огнем две арт и две минометных батареи. Семь пулеметных точек. Лично расстрелял в том бою пять гитлеровцев. За этот подвиг получил Орден Славы Второй степени. В 1945 году в апреле при штурме Берлина артиллерийским огнем уничтожил четыре танка, два пулемета, два орудия, за что получил Орден Славы Первой степени. После войны жил в Московской области, награжден Орденом Красной Звезды Славы Трех степеней и медалью за отвагу. Другой информации в Википедии нет. В 60-х годах в возрасте 45 лет совершил уголовное преступление. Был осужден, исключен из партии, лишен всех наград, разжалован. После испытательного строка судимость была снята, и он был восстановлен в своих правах. Награды возвращены в партию, уже не восстановили. Все его награды, кроме Ордена Славы Первой степени, были утеряны, может быть украдены. В связи с чем, на Московском монетном дворе были изготовлены дубликаты наград с новым шрифтом. Все это указано в учетной карточке. Помните, все, что вы приобрели потом и кровью на этой земле, можно потерять одним поступком. И рубец может остаться не только на душе, но даже и на наградах. Берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, Денис Давыдов. Пока!